В прошлом году бейсболисты Владивостока, отмечая свой профессиональный праздник, провели открытую тренировку для подрастающего поколения. С тех пор интерес у детей к этому виду спорта стал расти как на дрожжах. Именно поэтому в Приморье решили провести уникальное мероприятие. Первую в истории спартакиаду по бейсболу среди школьных команд под названием «Золотая ловушка». Все школы, мы их разбили на группы. Они у нас выявили сильнейшую команду. Вот у нас несколько дней шли до этого, можно сказать, полуфиналы такие, да, некие. То есть выбрали финалистов. Вот сейчас у нас, грубо говоря, финальный день. Играют за первые и третьи места те школы, которые выиграли в своих группах. Мы посмотрели, что детей играть очень хочет много, и нам придется на следующий год, наверное, расширять географию и расширять количество участников, потому что, ну, востребованность очень большая. Чтобы провести такие серьезные соревнования, пришлось подойти к делу основательно. Ведь мало одних горящих глаз, нужно еще и правила игры как минимум знать. А так как соперничают школьники, то и учителям нужно было понимать, с чем они имеют дело. Благо, опытные бейсболисты Владивостока все объяснили и показали. Я как бы относилась с опаской. А вот дети сразу приняли. И руководитель сразу отметил, что дети очень талантливы и быстро схватывают. Мне бейсбол нравится, потому что я попадаю битой, и у меня получается выбивать. Когда я в него поиграл, мне уже стало веселее все. Бегать нравится, бить по мячу убитой нравится. Мне нравится тем, что как бы мы работаем с нашим классом, все это дружно, и мы становимся дружнее. Кстати, с виду соревнования выглядят как обычная игра в русскую лапту. На деле это все тот же бейсбол, только с несколько упрощенными правилами, которые позволяют детям на первых порах не забивать голову подробностями и просто получать удовольствие от игры. Поэтому здесь и мячик теннисный, и поле небольшое, и экипировки никакой нет. Мы поняли, что на первом этапе дети должны понимать, что им нужно бить по мячу, в какую сторону им бежать, что им нужно занимать именно базой, не сходить с баз, что база – это островки свободы, безопасности, все. Это все, что они должны научиться делать в нападении, грубо говоря. И не попадаться, чтобы их запятнали, грубо говоря, мячом. Потому что немножко существенно в лапте можно мячом кинуть в нападающего, то здесь нельзя, тут нужно его либо коснуться, либо успеть раньше него на базу. В этом конкурсе. «Золотая ловушка» включает в себя три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. Сейчас выявляются лучшие команды в своих городах и селах, таких как Владивосток, Артем, Хароль и других. Именно они совсем скоро сразятся за возможность представлять наш бейсбольный край на России. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом сезон. Помимо остатки. Аох Shipman Лазебный Новости спорта на восьмом сезоны границам. Продолжение следует...